есть да сейчас сразу трансляцию на youtube я не слышу тебе алю-люк алюк 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 похоже на так общаться только ну там какие то я слышу а вот сейчас он у тебя микрофон далеко нет у меня микрофон на компьютере попытался одеть наушники но что-то с них сигнал не идет до руки слышу до этого ты меня слышал а я тебя нет то есть микрофон у них телефон у них не рабочий динамик погоди ты втыкаешь в порт для микрофона или порт для наушников да я посмотрел все в таком управе познакомиться до аналогичным может чуть-чуть сюда камеру да да вот так отлично от можно так можно без камеры а трансляцию сейчас делаешь на youtube да ну можно то есть никто об этом не знает но если что можно поделиться я не против ну так про ripple мне интересно общаться ну я слушал внимательно то что ты рассказываешь там ну вообще узнал от данила дашкевича на что бы ссылочка ну тебя на стенку кинула послушал то что ты говоришь ну позвал и ты наиболее адекватно понимаешь все но скажем так наверное недостаточно узнаешь арибу поэтому ну знаешь это слушай рассуждения да то есть если бы ты знал что-то больше бы даты бы там каких-то меток так не говорил бы да то есть я думал что я думаю что я могу что-то тебе подсказать в этом вот собственно поэтому написал давай вот подскажи вот такие вещи ripple насколько я понимаю это компьютерная то есть для того чтобы работать с этой сетью а необходимо установить компьютерную программу по себе на компьютер да она но это сейчас реализовано в виде приложения для мобильных называется гейтхаб можешь установить протестировать посмотреть как она работает я честно говоря еще до конца в нем не разобрался но его удобство по сути в том что она только вот ну на мобильном то есть удобно на мобильном работать другом как и каком-либо видео но там она есть еще там можно допустим открыть его ноутбука до посмотреть тоже поклацать фактически то же самое то есть она сделана на адаптивном дизайне ну на этом пожалуй его преимущества какие-то заканчиваются ссылку до 6 минут потому что я захожу на ripple ком например даже я не вижу где скачать эту программу куда зайти ну я даже знаю где ты там его скачаешь сейчас ну а сумку я так понимаю даже ссылками или 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 это не компьютерная программа или это что-то другое и так просто это наверное просто сайт он адаптивный то есть с мобильного ты регистрируешься и это самое там очень просто бы она автоматически адаптируется под мобильное устройство сейчас сейчас название тебе пишу есть там поиск называется адаптивный сайт то есть я представляю но сайт это сайт а децентрализованная вот гейт в чате написать я что-то сразу не это самое сейчас может чат и система беспроводных замков системы контроля доступа по моему это не то у тебя есть вообще риппл кошелек нету а у тебя но смотри как бы был изначально риппл кошелек самый первый он назывался как то уже должны можешь скинуть ссылку вот так же как бы где этот скачать кошелек это по компьютерная программа то есть для доступа к системе риппл необходима компьютерная программа или необходимо зайти на данный момент и кошелек может зарегистрировать в этом гейтхабе то есть сейчас я вижу здесь ретранслятор системы безопасных замков мне кажется и пола это не имеет отношения где в поиске на на губке что ли забил или где в яндексе гейтхаб ссылку скинь конечно конечно она не будет ничего находить то есть право риппл то я читал то есть вопрос первый это что как это физически выглядит то есть компьютерные программы или это сайт допустим или когда я так его назову приложение у триппл лап которая даже них монопольное приложение которое они решили которые они решили загнать всех своих пользователей для того чтобы так скажем немножко монополизировать свое влияние в этом сегменте я на нас не хотят манипулировать децентрализованную систему ну пускай я просто нет нет у них open source то есть open source все можно это сама сделать самому как бы то то есть код можно скачать его как-то под себя подстроить но вот это вот штука то что они последние сделали да то есть это ну несколько загоняет всех их клиентов в некие рамки и в их не это приложение или заставляет им пользоваться без выбора я читал новости то что не консорциум с банком собственно банки вошли в риппл риппл лап и теперь риппл лап работает фактически на банковскую систему при этом к обычным частным как бы мало отношениями но сама сеть использовать можно то есть она от этого работать не перестает другое дело что в дальнейшем обновление допустим ну как бы мы то есть я не как маленький там человек я не могу никак влиять в биткоинах там тех же самых там как-то вроде сообщества все-таки влияние имеет ну и кошельков множество разных разные люди выпускают поэтому а в риппл там один и единственный вендор который все это делает и xrp тоже более-менее централизованные то есть сразу имитировано много много которые принадлежат там централизованным способом практически таким образом они курс могут любой установить хорошо скажи пожалуйста вот я пытаюсь сейчас найти у меня компьютер просто жутко глючит не знаю чего-то хэнг аут или чего-то другого но позже можно скинуть но ответ на а где может зайти туда да сейчас пытаюсь но пока без отзыва ну потом ссылку а где можно купить xrp второй вопрос я знаю что я этим лично не занимался мне просто перекидывали xrp для того чтобы кошелек мог нормально функционировать но и вообще можно купить через напрямую просто завести деньги особенно с россии или с украины там в долларах я сейчас не уверен что это получится нужно их биткоин нужно трансформировать сначала в биткойны и потом купить на биткойновые бирже этой как эфиры то же самое а где на какой бирже битчер по моему называется битчат битчер нет пока сейчас на страничку тебе кину ссылочку где можешь информацию более подробно рипал найти рипал информация много было пару статей таких их изучал но хорошо а ты понимаешь вообще механизм как он допустим например вот такой алгоритм вообще работаю у рипал то есть ну я слышал то есть того что из того что ты говорил в видео да но допустим глубина просчета цепочек доверия честно говоря я не знаю так хорошо вот скидываю тебя там саша он описывает как подробно все это сделать то есть как купить в общем вся информация там есть короче он занимался более так детально более более серьезно так вот наш чат там знаешь же до следующая до справа сама маргал да нет не вижу так гадим ножки справа вверху есть такое так такая иконка тип кнопочка там типа этого самого ну как сообщение да там значочек такой верху сам левый верхний угол но групповой чат а вот это не времени до веке комбан времени да слушай общались с нашим случайно знакомыми она и стру там где то есть вы пересекаете мы общались он очень хорошо молодец вообще ну вот про час то есть он в общем то вот эту идею она у меня давно было то что человеческий труд это и есть деньги объяснил то что один час труда на разно рабочего да там дворник и сторожа стоит примерно два доллара среднем по миру ну или примерно там сколько сто пятьдесят рублей получается сейчас и счете вот ну то что это конечно замечательно то что он сделал там там есть у него сайт про он сейчас не рабочий уже он им не занимается почему-то почему но его ошибка наверное дом нашли наверно всех тортаперов и разработчиков там некоторых которые что пытаются сделать это то что ну скажем так чтобы идея реализовать нужно понимать сначала где ее ниша да да чтобы понять где и ниша надо протестировать это на достаточном количестве либо пользователей либо не знаю каких-то юзеров которые в этом достаточно компетентные могут ценить по существу что то что предлагается да и если предлагается что-то действительно им подходящее то есть имеющие некую ценность на рынке да то можно в этом направлении потихоньку начать двигаться то есть скажем дорожки которые выстрелят да они должны быть протоптаны самими пользователями системы но поскольку в данном случае в его случае да то есть он банк времени на основе ripple вот то что ты говоришь кооператива да может быть реализовано взять и взять допустим и пол движок и да там на нем что-то сделать вот саша сделано своем сайте ну в общем я считаю что очень-очень неплохо у него получилось сейчас он недоступен ты его не посмотришь просто он там не проплатил у сессии аль за ты в курсе что это такое сессии до таком кулу ровку но есть культура была социальная исполнит нас и штука продать сертификат безопасность ну не платил но можно получить теперь без сертификата да ну ладно ничего вообще не программист но он сам это все сделал представляешь а на старт ассель там вообще бесплатный сертификат получит ну короче суть в том что в общем идея не выстрелила то есть он сделал банк времени на основе ripple по цепочкам доверия если кто то что то вот тут кто то ну чем то владеет что то есть у тебя да вот хочешь с кем то этим поделиться и за это что-то получить вот саша сделал по сути сервис который позволяет это решить эффективно но он не стрельнул не выстрелил почему это другой вопрос опять же да чтобы протоптать дорожку успешности проекта нужно тестировать его на достаточно большом количестве пользователей саша наверное сделал это недостаточно качественно то что он это делал это сто процентов и делал достаточно упорно долго то есть он сам бился то есть я говорил что у него вряд ли получится но он-то сам знал но тем не менее он сделал молодец очень большой в этом смысле он продвинул то есть смотри здесь идет сейчас создание рынка вообще это ниша она абсолютно новая ну понятно финансы они были всегда но сейчас идет новый инструмент ну крипто системы да там в том числе xrp ripple которые еще очень слабо поднимается людьми и тут тут же блин набежали всякие маномщики начали похабить вот использовать криптовалюты для построения пирамид из-за этого у многих людей складывается впечатление негативное к новым технологиям из-за этого это как бы еще один негативный шаг но это ладно а дальше допустим приходим к какому-то человеку говорим вот новые технологии он говорит и чё меня и старая неплохо устраивать старая работают работают все нормально то есть пока вот эти технологии они есть ну ну как бы ну там несколько деньги создавать крипто системы надежные ночью проблема то есть это востребованность она возникает тот момент когда возникает проблема проблема возникает когда перестает работать либо слишком дорого становится то есть за из-за экономии 3 копейки были переходить не будут а сейчас на данный момент падение рубля но там гривны это белорусских ганчиках и прочего да она показывает то что как бы ну вот в снг ситуация такая что некуда там особо вкладывать дальше банки начинают лопаться у людей там были считать вот у меня знакомо то есть юридическое лицо до банки обслуживаются банка забирает лицензию все приплыли все деньги которые мне на счетах были они исчезают то есть хорошо в этих вопросах подкован я очень хорошо понимаю экономику и ровно востребованность да я я ну скажем так я вот назову тебе пару имен у которых там я учился там валентин катасонов виктор эфимов но там не встречался лично нет я просто очень внимательно их слушал то есть я изучал как они думают там книжки читал и все такое ну так или иначе мы все что касается хватило особенно тоже за ним там наблюдают но это беспомощный крик этот глазев он ничего не не может сделать он не сделать никогда глазев это который министр там чего-то там и глазев советник президента рэбоком спаде были ну все эти пиарные лица это же ну просто по телевизору показывают реально тут совершенно другие события они ничего не могут сделать это нереально надо систему менять поэтому пока все смотри все все что пока кто-то что-то сделал это сделала ripple вот единственное кто что-то сделал в этом смысле в смысле финансов что по сути вот ну что касается я маленько не соглашусь bitcoin он же первый по капитализации среди 1 но вот давай проанализируем bitcoin с точки зрения экономики оценки такого ресурса как потенциального ну скажем так на имеющего будущее или нет а с этой позиции ну да она создана да она предназначена для чего это по сути инвестиционная валюта и под ней ничего нету это крипто актив акции корпорации биткоина который вкладываешь сейчас рубль завтра может быть 10 рублей получишь но может и нет но смотри для этого вот ты когда-то работал на финансовых рынках вот есть тебя опыт в этом для у меня есть опыт проигрыша денег на финансовых рынках а у меня тоже есть проигрыш и есть тот что же опыт заработка в этом ну вот и я очень хорошо когда ну как понимаю как как функционирует все это дело то есть да ну смотри вот возьмем bitcoin да его вообще принцип создания майнинг денег майнинг биткоинов да я понимаю что их ограниченное количество что они когда-то все будет смайнены что допустим популярность этого очень высока но что за валюта что есть под ней какое обеспечение есть только вычислительные мощности тех которые манят но это не обеспечение это не обеспечение какой потенциал роста валют почему она конкурентно должна быть потенциал только один это интерес людей покупать биткоин все а что ripple собой представляет это совсем другой подход совсем другое совсем другая суть она позволяет каждому каждому быть эмитентом какие какой-либо какого-либо финансового инструмента и этот инструмент можно самому создать абсолютно верно я все прекрасно понимаю их называют ассеты ну то бишь ассеты активы ну ассеты там не знаю но вот не вот но хочу понять вот до конца ли ты понимаешь суть механизма то есть ну суть механизма ripple в том что он не просто дает возможность создать это может сделать любой сервис но он еще предлагает механизм по обеспечению ликвидности этого инструмента нового финансового инструмент по взаимодействию с другими да ну в этом инструменте да за месяц с другими людьми в этом инструменте и инструмент по взаимодействию с другими активами других людей да ну ну другими активами других людей своим активом который ты создал это очень принципиальные ну принципиально отличающийся и не стоит прекрасно понимаю она может не вот как бы принципиальную разницу между ripple ну с точки зрения пользователя и next например nxt я не в курсе что такое next next это криптовалюта в которой включено в том числе создание своих собственных ассетов там также продажи цифровых товаров также днс регистрация имен то есть блокчейн их есть возможность записывать разные данные в том числе выпуск своих активов до или своих денег внутри это тоже возможно берешь прописываешь пока не в рипл я пробовал в рипл трейд это было возможно сейчас грит хобби я еще не нашел где там можно но я думаю что это было бы логично что там можно было бы создать тоже валюту я еще не разобрался с ним до конца ну я честно говоря ripple там маленько даже код смотрел он написано си си плюс плюс насколько я помню здесь необходимо устанавливать программу бинарную к себе на компьютер что маленькое неудобно next он интересно сделан то что это сервер и сервер можешь установить принципе где угодно можешь и на своем компьютере запустить тоже вот и дальше к нему обращаешься там есть как бы некоторые минус то что для доступа к своему кошельку необходимо ввести а секретный ключ и если сервер не твой то есть угроза что это секретный ключ там люди увидят но это частично решается ну или может быть даже решается с помощью токенов насколько я помню там как бы для сайтов каких определенных создается условно говоря специальный пароль который генерируется из секретного ключа то есть секретный ключ никуда не передаешь а входишь по паролю только для этого сайта вот потом блокируешь и в принципе next мне кажется наиболее такой интересной штукой но то что я сейчас вижу она не очень активно развивается но идеи next они сейчас дальше прорастают в других проектах ну вот в частности киора там но он правда не популярный но он есть йора куб да или кора там букил кора пишется как но в чате напиши написал да вижу да да город . ком или нет программист самый ослаб что программист да был программист а вот your . org вот ссылка а значит есть крипти есть ну в общем там огромное количество но так или иначе каждый сервис там развивается потихоньку маленько и если он не набирает критической массы пользователей людей то он умирает вот а вопрос мотивации вкладываться или интересоваться или устанавливать себе там именно именно эту он такой вот скользкий получается мотивация сильных я не наблюдаю есть bitcoin он самый крупный на данный момент и он на слуху и к нему привязаны остальные криптовалюты как только происходит какая-то шумиха тут же все бежит бегут в биткоины остальные крипто дешевле сейчас самая там одна из популярных это эфириум он еще развивается там существует угроза что может быть он и не взлетит в принципе но в общем это очень интересная разработка и в любом случае будущее именно за дао децентрализованных компаниями за разработками подобными эфириума в принципе известно что кто первый стал того этапки вот и вполне вероятно что эфиры как раз займут свою нишу то есть вот после сейчас всплеска вот этого интереса я думаю там летом будет спад и можно закупать эфиры с целью там перепродажи может быть вот ну там эфиров тоже сгенерировано много и здесь скорее идет речь про создание приложений под эфириум а не спекуляция на эфирах хорошо ярослав такой вопрос тебе до конца понятен механизм генерации этих эфиров он эфиры один раз создались там они не генерируют все их не можно и нельзя будет потом там добавить имитировать чуть-чуть еще насколько мне известно нельзя ну вот специалистов нет однозначного мнения по этому вопросу ну есть процесс так называемого майнинга и форджинга форджинг называется я то что вот и в эфирах читал я понял что это форджинг то есть один раз генезисный блок появился распределили между начальными вкладчиками и дальше они эти эфиры продают чем дальше влез тем дороже они стоят в этом и есть инвестиционная деятельность то есть это акции корпорации эфириум ну там у него изначально капитализация была сколько за 20 миллионов долларов то есть они это самые привлекли получается инвестиции да так это звучит самое первое было 21 bitcoin полома не собрали самое первое но я не курс 1 1 помню что у них такая цифра была очень солидная там десятки миллионов долларов до потом на них вышли международные такие крупные фонды причем они ну то есть они сильно ты не пиарится они пиарит бутерина и потом случае чего то если не получится то на него скинут все скажет вон он виноват все а сами отстанутся в тени при этом они получают основную выгоду кто это посмотри пожалуйста ссылочку скинул тебе гитхаба регистрация прощенная регистрация я вот до конца не разобрался я просто перенес свои старые кошельки было пять штук через гитхаб в этот новый ну гитхаб собственно завел их в эту штуку которая их сделала под под себя что можно было все это делать но то есть выбор они не оставили пользователям то есть фактически ты рипл трейдом уже не мог пользоваться должен теперь только свои кошельки перенести в гитхаб собственно чё я сделал у меня в одном аккаунте они привязаны их там шесть штук ну я так понимаю что это как онлайн хранилище кошельков сайт то есть это ну как бы такой промежуточный вариант ну как промежуточный вариант ты можешь вот в нем управлять своими этими самыми кошельками оперативно попробую тебе продемонстрировать если получится у меня компьютер жутко тормозит он не справляется с объемами данных этих и оперативки ему не хватает уже судя по всему в общем телефон у меня мощнее чем компьютер так пробуешь с сейчас демонстрацию крана хочу включить на хочу да 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 все есть вроде бы смысле открылся рипал кошелек же скучаю демонстрацию попробую за чудо ром делюсь с тобой видишь да пока нет не вижу сейчас может быть появится нет 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 ниже я вижу застывшую фотографию от появилась 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 видно да вот transaction history и там открытая ордера ордера на покупку чего-то ли чего-либо да то есть у меня вот куча валют вот это вот саша создал он динси это сашина юак это сашина и нм сашина и уак тоже сашина fsd это моя я тестировал короче суть в чем от банков до банки нам навязываются валюты допустим евро доллары да а тут мы можем создать свою сами да в данном случае саша создал какие-то временные но они не пошли я есть предположение даже почему или пошли потому что они достаточно сложно и по сложному там формируется как-то так высчитывается минимальная заработная плата это берется за основу за единицу этой валюты от нее уже считается там по сложности это не может там можно сказать они пока не пошли то есть можно сказать и так пока не пошли но вы есть еще пару моментов да если бы он сейчас был доступен его сайт и бы тебе показал да из-за которых может быть она в том числе не пошло но он абсолютно в правильном отношении начал двигаться то есть да ну то есть огромный респект то есть абсолютно верно то есть он создал раньше где он раньше времени начал то есть время еще не подошло ну она уже давно подошло просто нужна команда чтобы этот проект продвинуть чтобы создать вообще такой да то есть создание рынка рынка то еще нету а чтобы рынок создать это надо как минимум несколько людей которые бы одновременно продвигали все это ну вот смотри вот единственный человек покорную которую я по крайней мере увидел пока в интернете который что-то в этом понимает то есть пока место я вижу только саша что-то понимает да может быть понимаю я но не все так хорошо как саша и вот ты пожалуй вот единственного данил данил он не понимает что там происходит я думаю не до конца понимает еще человек который присутствовал с тобой на конференции на заднем плане не знаю кто это но похоже тоже что-то понимает вокруг кирилл вот смотри видишь я нажимаю на кнопку риплинг он эта кнопка вот она щас нажал я щас ввожу свой пароль она позволяет видишь дизайбл да то есть включить она позволяет включить эту линию что ли это сохранится раз цепь доверие установлено в этот кошелек ну то есть она позволяет включить его в систему которая позволяет искать вот эти цепочки доверия пересчет которое делает вот вот сейчас вот это значит что он выключен вот восклицательный знак вот кошелек он выключен из этой системы он работает только напрямую с моим кошельком а в системе риплинга он не участвует то есть он ну скажем так в цепочках этих ну сложных доверия там до шестого колена да то есть теория шести рукопожатия да то есть как как риппл просчитывает алгоритмы то есть он берет и он ты прав на конференции ты это и правильно сказал на видео там ты правильно что там есть несколько путей реализации просчета вариантов взаимодействия с там допустим рецепиентом да то есть каким кто получает средства кому ты хочешь перевести дат чтобы понять он сможет средства получить полном объеме или нет да то есть из множества вариантов цепочек просчета скажем так ну путей различных да то есть оплаты соответственно по этим самым по линии довериям установленным да есть множество вариантов как как можно взаимодействовать да и количество этих путей количество этих путей оно ну как бы глубина просчета это шесть да а а количество путей это может быть не ограничено то есть это может быть там бесконечно большое количество насколько они вообще существуют в этом смысле максимально возможная сумма для оплаты рецепиенту может быть ну то есть очень хорошо очень точно высчитана она будет ну максимально просчитана из количества путей будет категоричество цепочек будет задействовано максимально возможное количество с учетом глубины просчета в шесть рукопожателем ну хорошо а у тебя есть допустим знакомые которые пользуются xrp ну для чего ну для того чтобы проверить как это работает а ты говоришь что в принципе как бы если ты знаешь человека насколько я понимаю то ты можешь ему доверять какой-то мере да значит смотри ты получается вот допустим ну есть люди которые с которыми ты вот в обычной жизни да в реальной там оффлайн да за труд например с ними как-то взаимодействуешь возможно твоя компания твой бизнес поставляет им какие-то услуги либо предлагать какие-то товары например ты допустим это твои партнеры либо то это может быть ты и поставщики например ну давай возьмем пример случае с твоими поставщиками если это твои поставщики как ты можешь ними взаимодействовать например в обычной жизни ты что они тебе поставляют товар какой-то да Ты его принимаешь на складе, смотришь, там все ли с ним в порядке, переводишь деньги. То есть в момент перевода денег товар по сути становится твоей собственностью. По крайней мере во всем мире это считается именно так. Как только ты перевел деньги, товар по накладной или как-то еще становится твоей собственностью. Это есть элемент, да. Есть некоторые, допустим, поставщики, которые могут тебе поставить с отсрочкой так называемого платежа. Ну там, на некоторое время. Вот тут вот есть тот механизм, в который мы можем внедрить Ripple. Понимаешь? Да, понимаю. Ну а как? То есть я вот правильно понимаю, что у тебя есть... Есть человек как компания. Мы вот допустим, что вообще ему неинтересно сотрудничать с Ripple. Почему? Потому что там нет ничего, что ему могло бы заинтересовать. Но что ему можно предложить? Ему можно предложить возможность увеличить свой бизнес, например, на порядок. Благодаря чему? Ты говоришь про ценности сейчас, для чего он будет это использовать. Мне же интересно узнать вообще потенциальную возможность, как это работает. Вот у тебя есть знакомые, которые Ripple пользуются? Вот я, например. Нет, нет, я понимаю почему. Потому что нет сформированного рынка товаров и услуг, которые будут поставляться в Ripple. Давай не будем искать причины. Давай возьмем нас двоих. Давай. Вот мне рекаверкей пришел. Я его скачал. Сохрани. Ключ восстановления. Рекаверкей. Так, пожалуйста, проверьте ваш e-mail. Так, сейчас наймем. Смотрю e-mail. Так, активируйте аккаунт. Вот. Ну, по всей мести я активировал аккаунт. И я теперь войду. Нашел, да? Итак, что касается того механизма, как это можно предлагать рынку. Смотри. Получается, поставщик отгрузил, да? И если мы перенесем эти взаимоотношения в Ripple, да? Например, в ту же систему Сашину, которую сделал. На Друпале он сделал. То получается так, что мы предлагаем поставщику, да, вот, перенести к ней взаимоотношения, зачеты, там, записи о том, что он поставил товар на такую-то сумму в кошельке Ripple. Что это даст ему? Это даст поставщику возможность поставлять свой, сделать свою поставку, например, гораздо большему количеству своих клиентов. В перспективе. Что это даст еще ему? Это даст возможность ему приобретать на эти записи в его книге с другими, ну, с его клиентами, понимаешь? Приобретать на эти фактические записи в книге реальные товары и услуги совсем других пользователей. Я понимаю. Вот давай проверим. Я могу расшарить свой экран. Давай расшарить. Расшарить, да? Да. Вот я вижу такое. Так, добро пожаловать. Короче, я по-английски читать не умею. Вот видишь внизу кнопка Start Migration, да? Вот я нажимал там, в общем, мигрировал, короче. Тебе не надо, даже в связи. Где? Да. Ну, они обязаны собрать личную информацию. Интересно. Я тебя забуду, запрашивай подтверждение личности, очень долго и нудно. И там нужно будет ждать сутки где-то. Ага, ну, фотография. Да, жми на крестик, там потом паспорт, потом... Банковская система, что ли? Это? Ну, то есть, непонятно. Вот обычно в банках, там, не знаю, в таких организациях... Ну, они по закону это обязаны делать. Им где-то все некуда и некуда. Они же зарегистрированы в Америке, поэтому по закону они обязаны знать о клиенте, вот конкретно достоверную информацию. Они ее, скорее всего, что проверяют. Ты будешь вводить свой заграничный паспорт, если у тебя есть. Обязательно там... Смотри, там есть такая приметочка, что нужно вводить только документы на английском. Понятно. То есть, получается, это какая-то банковская система, а в чем тогда отличие? Тебя подвязывают, тебя подвязывают. Вот твой кошелек подвязывают ко всей этой огромной структуре. И в этой системе, в системе Ripple, еще есть множество банков, которые там, например, некоторые из них могут там регистрировать эти самые, шлюзы так называемые, которые будут обеспечивать, например, тебе обмен, возможно, твоей даже валюты на какую-то более глобальную валюту масштабную, евро, доллар. Слушай, честно говоря, я тоже, не знаю, у меня сомнения какие-то. По поводу чего? Получается, чтобы нам вдвоем с тобой вести взаимную какую-то деятельность, вот мы друг друга сейчас видим, да? Я тебя вижу, ты меня видишь. И нам надо доказать третьему лицу, что у тебя есть паспорт заграничный, и у меня есть заграничный паспорт. Нет, ну, то есть, смотри, просто они не хотят шевелить своими задницами, я это понимаю очень хорошо, это тот дел, который занимается... Нет, это просто лишнее. Это не нужно. Они обязаны делать по закону. Я в самом начале еще говорю... По закону чего? Я в интернете. Мы с тобой... Зайдем из штата. Я на территории Российской Федерации. Я бы согласился, допустим, по закону Российской Федерации. А ты находишься, насколько я понимаю, в Одессе, да? В Одессе, да. Да, ты, допустим, законы, там, не знаю, украинской, допустим, федерации. А здесь, получается, я вот вообще в интернете. То есть, грубо говоря, я сейчас веду деятельность не на территории. Я отлично это понимаю, Ярслав. Поэтому сразу возникает вопрос. Окей, ребята, вы создали банковскую систему с децентрированной базой данных. Давай уточним. Они создали конкретно сейчас, конкретно, очень хорошую систему переводов, абсолютно верно построенную. на построенную на том, что можно будет за минимально вообще возможную комиссию перевести от одного человека деньги, средства, любые активы финансовые, к другому. Это ее главное преимущество. Нормально, в принципе, биткоины можно переводить тоже. Да, биткоины можно переводить. Но вопрос, что эта система лучше всего взаимодействовать с той инфраструктурой старой, которая сейчас есть в мире. Ну, может быть. Может быть. Кроме этого, она позволяет создавать свои. Вот это ее ценность, как бы, ну, там, для меня. То есть я вижу ее перспективу. Нет, ну, ты говоришь, она хорошо взаимодействует со старой системой. Я говорю, окей, вот у меня пластиковая карточка есть. Как я XRP могу перевести, ну, с пластиковой карточки своей. У тебя есть банковская карта? Конечно, да. Давай я тебе со своей банковской карты переведу на твою банковскую карту, там, 100 рублей. Окей, да. Через Ripple. Ну, это возможно. Но для этого мне надо ввести паспортные данные своего заграничного паспорта. Ну, скажи, у тебя, ты когда срегистрировал свою, это самое, свою карточку в банке в своем, ты ей давал свой паспорт? В банке, да. Конечно. Но когда биткоины используют, я там ничего не регистрирую. Когда мне надо... Вот эта штука, которую они поменяли, они изначально планировали систему Ripple, как децентрализованную и вообще, то есть, не имеющую лиц, да? А сейчас все поменялось. А сейчас поменялось, то есть, поэтому она становится уже неинтересной. Дело в чем, я биткоины могу тебе передать без паспортных данных. Я просто-напросто на обменнике обмениваю рубли на биткоины, передаю тебе биткоины, и ты дальше на обменнике обмениваешь биткоины, там, ну, на гривны, например. Все просто. Здесь не нужна юрисдикция какой-либо территории, тем более американской территории. Я не понимаю, почему я должен в юрисдикции американской, американского государства, там, государства, вести деятельность. Я не понимаю. Смотри, я понимаю все, я все понял-то. Ну, не хочешь... Ребята молодцы. Нет, погоди, я тебе объясню. Ripple, изначально ребята, которые делали, они сделали классную штуку, очень классная разработка. Потом они столкнулись с такой вещью, что им надо расти, и инвесторы, которые изначально вкладываются, они хотят прибыли. Что они сделали? Они попытались, как бы, людям это продать, XRP-шки. Люди их ничего-то не очень особо покупают. Они тогда пошли в банки. Говорят, смотрите, новая технология, она позволяет вам создать замену SWIFT-у. А SWIFT-у это корпорация, которая берет, ну, все комиссии такие приличные, и еще иногда блокирует, в общем, банки так посмотрели, говорят, ну, да, нормальная система, ну, давайте. Инвестировали, создали Ripple Lab. Оттуда люди идеологические, которые, они, собственно, ушли. И остались люди-программисты, которые работают за деньги. Все. Это корпорация. Маккалиб, да, он заработает. Единственный ключевой специалист, Маккалиб, он, да, ушел. Ну, и все. Получается, что есть корпорация, ну, как SWIFT. Ну, пожалуйста, пользуйся, хочешь, МВФ, пользуйся, там, ФРС, там, и чем угодно. Это централизованные компании, которые устанавливают свои правила. Ты никак не можешь влиять на это. Ну, банковская система так же. Она неплохая, она нормальная, она работает. Просто я не очень хочу развивать такую систему. Она, я считаю, это уже устаревшая модель. А модель Ripple, децентрализованная, очень хорошая. Я считаю, ее надо развивать. И она развивается, но она развивается в виде блокчейна Next, QORA, Ethereum. Но сам по себе Ripple, хотя идея очень хорошая, но она сложная, и она централизованная. Все. Я бы не сказал. Ты, ну, понимаешь, как, да, работают эти валидаторы и все остальное? Валидатор? Не расслышал. Не услышал. Валидаторы понимаешь, как работают? Валидаторы валидируют. Я не слышу тебя, не слышу. Алло, алло. 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 Не слышно. Не знаю. У меня все работает, все нормально. Нет, ты не слышал. Странно, но почему-то не слышу тебя. Ты меня слышишь? Нет, слышу. А я тебе нет. Что-то у тебя с микрофоном. Раз, раз. У меня зеленый. Я не нажимал. А наушники есть? Попробуй через наушник. Так, фон. Значит, у меня динамики не работают. И у меня есть вот это. Сейчас, минутку. Раз, 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 раз. Нет, не слышу. Ну, тогда перезвонить. Странно очень. Ну, завершаем тогда. Да, попробуй, перезвони. Спасибо. 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 У меня внизу показывает, что динамик без звука. Я ничего не сделал. Странно очень. Не знаю, у меня работает. Не могу разобраться. Вот даже покажу. Вот смотри. Сейчас по настройкам лазаю, смотрю. Раз, раз. А нет, сейчас не видно. Блин. Так. О, есть. Отлично. Да, отлично, все есть. Все слышно? Да, нормально. Я к тому, что вот когда я говорю, здесь зеленый показывается. Можешь надеть наушники или микрофон поближе поставить, потому что я сам себя слышу. Да, сейчас попробую. Раз, раз, раз. Нет. Я не слышу почему-то. Не знаю, она проблема у меня с видеокартой. Ой, с этой звуковой картой какая-то. Я тебя не слышу, нет. Ну, а без наушников. А? Без наушников. Без наушников нормально, да. Давай потише звук поставлю чуть-чуть. Ну, хорошо, ладно. Ну, собственно, в принципе, я более-менее понял то, что Ripple это сейчас централизованная такая система становится. Для обычных мелких людей там как бы особо делать нечего. Давай я тебе попробую наиболее полно ответить на этот вопрос. Что касается централизованной. Она построена на основе блокчейн, поэтому это по своей сути децентрализованная система. Да, есть вопрос с валидаторами, но по сути своей это все-таки децентрализованная система. То есть она предлагает элемент согласования, да, то есть вот этих всех сделок кандидатов, да, сделок фактически совершенных по принципу валидации либо согласования их между ключевыми узлами системы. То есть по сути своей это, ну, вообще система децентрализованная. Есть система валидаторов, которая является доверенными для сети Ripple, поэтому я бы больше сказал, наверное, что система децентрализованная. Другой момент, что эти валидаторы, кто их контролирует и вообще механизмы, да, в валидации, да, тут есть вопросы, да, но основана она по децентрализованному принципу. Что касается того, что нужно идентифицироваться в системе, да, прежде чем в GateCup зарегистрироваться, то, ну, понятно, что там для законодательства США это просто, ну, без этого, так как ты говоришь, невозможно было бы развитие компании в дальнейшем. Да, я думаю, что так или иначе для России или для Украины, для любого государства это по идее, то есть рано или поздно все к этому придут. Да, в биткоине можно переводить, в Ripple нет, но она связана с реальными финансовыми институтами, если она хочет развиваться, то, конечно, должны быть видны профили пользователей. Должно быть понятно, кто и кому и за что сколько денег переводят. Иначе это будет логово, скажем, террористов, каких-то торговцев оружием и прочими вещами. Но, в принципе, да, есть возможности даже в биткоине вычислить, что же за человек, куда переводят, собственно, там, опыт общения биткоинистов с ФБР, мы это доказываем. Хорошо, я понял. У меня несколько вопросов провокационных. Первое, ты веришь в террористов? Ну, честно говоря, нет, конечно. Ну, там, ну, частично, то есть верю, есть люди, которые по своим религиозным убеждениям и вообще по каким-то психологическим и прочим совершают некие действия, которые ведут к гибели очень большого количества людей. Это я называю терроризмом. Что касается террориста чуть-чуть в более большом масштабе, то я считаю, что это просто инструмент экономического влияния на государство, на организации, на людей в целом. Элемент запугивания, а не более. Значит, паспортные данные, так как к террористам это отношение не имеет, то сразу возникает вопрос, для чего это делается. Есть элемент контроля и правительства существующие, они, естественно, не хотят терять свою власть, поэтому будут навязывать всяческими способами, промывками мозгов террористами и прочим, чтобы люди идентифицировали свои личности. Биткоин, он как раз противоположность. Значит, рипл, идея хорошая, идея правильная, но будущего у него нет. В таком виде, в котором его сейчас делают. Но идея абсолютно верная. То есть я в том смысле, что абсолютно там было изначально все правильно, ну то есть организовано, предложено, реализовано. Выводы. Рипл в том виде, в котором есть сейчас, можно делать форк, но не пользовать рипл. То, что касается других систем, фиора, NXT, эфириум, это как раз интересно. Можно делать форк рипл, но он написан на C++. Я с ним не очень знаком, с C++. Он для меня сложный, я пытался разобраться. Я пришел к выводу, что проще использовать блокчейн, допустим, NXT. И вообще, грубо говоря, не переписывать ничего, как бы использовать его. Ну, либо делать форк. В принципе, вот Дмитрий Мельянов сделал буквально там недавно форк Теоры. А Теоры это фактически форк Некст. То есть мы можем запросто сейчас уже создавать там ассеты. Единственное там, то, что выпуск своей криптовалюты, внутренний расчет. Но эта криптовалюта, она используется только для транзакций. То есть фактически мы можем продавать по 10 копеек или по 1 копейке. То есть бесплатно можно раздавать. То есть вся суть в том, чтобы люди обменивались ассетами между собой. А стоимость любая, неважно. То есть у нас нет цели заработать на том, чтобы выпустить валюту и увеличивать ее в цене. То есть это не инвестиционная такая деятельность. Вот сейчас я еще общался, ну, общался, есть аира.лайв сайт. Там несколько десятков всяких скриптов для эфиров, эфириума. Собственно, вот там человек, он предлагает именно эфириум развивать. И я считаю, это направление очень хорошее. У эфиров есть проблема. Это один блокчейн. В принципе, она решаемая. Но изначально вот так вот решили. Я считаю, это угрозой архитектурной. Не знаю, мне кажется, это пиар-компания примерно так же, как DoggyCoin. Которая... Перспектив я не вижу. Люди вкладываются, да. Но она потенциально умрет, так же, как и Биткоин. То есть ты считаешь, что этот самый леджер не должен быть общим, да, или как? Леджер? Что это? Ну, база данных, которая пишется, она общая в эфириуме. Так? Я правильно понял? Она общая, она одна. Вместо этого, допустим, Крипти, они предлагают блокчейн, в котором регистрируются свои ассеты. А на каждый ассет свой собственный блокчейн. До тех пор, пока у людей есть интерес пользоваться этим ассетом внутри системы. Это будет, естественно, поддерживаться. Когда интерес падает, вся эта ветка отмирает, и, собственно, она никому не нужна. В общий блокчейн это не попадает. Проблема, почему не надо пихать? Потому что сейчас в Биткоин там больше 40 гигов, и дальше будет только расти. А смысла в всех этих транзакциях держать там нет смысла. В принципе, в основной блокчейн имеет смысл добавлять только дорогие транзакции, такие, например, как создание ассета. Ну, там стоит, пускай, 25 тысяч единиц. Ну, не знаю, в пересчете, может, там 250 рублей, например. Ну, вот, готов заплатить? Пожалуйста, твоя запись будет в основном блокчейне. Ну, вот, заплатить? Ты имеешь в виду через валюту, вот это вот, да, которая локальная, в смысле для поддержания транзакции, и этой валютой заплатили? Да, ну, это то, что в крипте, например, двигается. А то, что, как бы, киора, ну, форк, который сейчас... Да сейчас, пожалуйста, ну, в этом чате киора, как правильно пишется, чтобы я понимал, о чем речь идет? Я не знаком с ней просто. А next я правильно написал выше? Надеюсь. Ну, просто написал next там, и все. Вот своей ссылочкой дальше там, выше. Напиши, как правильно. Просто next, и все. Или ссылочку кинь, если есть на next. Сейчас. Значит, сайт есть datachains.group. Вот, значит. Next выше... Так, не вижу. Next выше. NXT. Вот. NXT.org. Да, NXT, да? Да, вижу. Да, что-что-то такое я дослышал про эту. Ну, я не читал подробно про нее. Так. Сейчас я найду. Блин. Смотри, разберешься. Ну, у тебя очень интересная страничка твоя. Занимательная. В контакте. В контакте. В контакте? Да, много информации, интересно. Очень много. Так, вот, смотри. Я скидываю ссылку. Самый. Ну, в общем, смотри, здесь внизу такой вот текст. ERN. Вот это fork Fiora. Это Дмитрий как раз сделал. С ним можно по этому поводу пообщаться. Я думаю, он будет вам. Вот, написано на Ява. Сейчас тебе ссылку на него скину. Пожалуйста. Ой. Ну, прикольно. Дмитрий Ермолаев. А не мне Емельянов. Ермолаев. Да. Есть VK? Да. Короче, вот в Facebook я... В ВКонтакте уже редко захожу. В общем, Facebook более удобный для меня. Да. Так. В общем, я не знаю, честно говоря. Тут в любом случае, как бы там ни было, все исходит от потребностей людей. Потому что мы тут технологически можем наворотить, придумать любые системы. А востребовано ли это? Это большой вопрос. Да, да, да. Абсолютно верно. Абсолютно. Согласен. На сто процентов. Вот сейчас, на данный момент, мы с мужиками встречаемся, обсуждаем клиринговый центр, так называемый. Ну, естественно, я за децентрализацию организации центра, а технологически. Но потребность в том, чтобы взаимозачеты делать. То есть, есть производители продукции, и потребители продукции, а денег нету. Рублей. Интересная ситуация, да? И что делать? Вот и... Мартырные схемы придумают. Алло. Да-да-да, я слышу. Так. Слушай, а чем занимаешься сам, если не секрет? Ну, вообще, у меня, у меня, то есть, был, уже, скажу правильно, был строительный бизнес. Я специализировался на фасадах, на фасадных работах. Сейчас у меня уже тоже был, уже я полгода занимаюсь, но зерновой бизнес. То есть, я занимался скупкой зерна, и его перепродажа, фактически, по строительству. В общем, все умерло вообще. У нас тут вообще полный, полный пипец вообще. Бизнес не работает у нас. Просто потому, что, ну, экономика падает, скажем так, развитие бизнеса падает от этого много сильно. То есть, ну, там, я не знаю, в два, в три раза. То есть, многие компании просто банкротятся, закрываются, становятся неконкурентными. Вот как быть конкурентным в новой среде, что касается моего первого бизнеса, я вообще не понимаю. Что касается второго, честно говоря, не вижу перспектив. Уже все подмято, все уже подмято. Некуда влезть туда. Я не вижу маржинальности, понимаешь? Как мне работать дальше, я не понимаю. А ты только программингом или еще чем-то? Я занимаюсь сейчас сайтом Либролайф своим. Он не приносит доходы. Я занимаюсь с изучением, и мы, то есть, есть надежда на то, что это выстрелит. Я занимаюсь этим уже два года. Ну, вот смотри. Основной на данный момент то, что обсуждается, это ЭКТ-18, так называемая там расчетная система, расчетный центр. Клиринговый, да? Здесь описание. Ну что, на сайт смотрю сейчас информацию. Да, расчетная система, IT-гибида. По поводу чем по-хорошему заниматься. Вот есть такой человек, Глеб, предприниматель здесь, в Москве. он написал на список потребностей. Вот, посмотри, вот такую страничку. Это копия сайта. И здесь... Последняя, да? Да. Здесь есть вот такая вот штука жизненной потребности. суть в чем? Люди живут. И, как бы там ни было, до тех пор, пока они живут, они будут потреблять какие-то продукты. Записок потребностей жизненных и всего то, что будет востребовано еще очень-очень долго. Поэтому выбираю реализацию продуктов вот в этих нишах можно обеспечить себе как бы дело на много лет вперед. Одно из дел это гаджеты, интернет, связь. Ну, и сейчас, в принципе, встал вопрос объединения людей. То есть, как таковой продукции, в принципе, производится достаточно. У нас в мире вообще перепроизводство. как бы существующая классическая система перераспределения ресурсов и мотивации людей эти ресурсы поглощать, потреблять. Она начала хромать. Скорее всего, сейчас достигли пика развития промышленного производства, когда производится настолько много, что оно уже не нужно. скорее всего, дальше будут переключаться на виртуальную. То есть, все равно что-то производить надо, но сейчас большая часть населения будет уже из технического сектора производства продукции переходить в производство виртуальной продукции. это шестой техноуклад экономика знаний. Я в курсе. Первое, что необходимо, это технологии знаний сами по себе. Вот, поэтому может быть имеет смысл именно вот чем ты занимаешься, в эту сторону и двигаться. информация, распространение информации, обучающие курсы, продвижение товаров, услуг и взаимодействие людей между собой. Одной из частей взаимодействия является доверие. То есть, создание цепочек доверия. Обучать этому людей, брать на себя какие-то посредничества или как угодно это называется. но суть в том, чтобы людей, производителей и потребителей соединять между собой. Вопрос, как это делать и какие инструменты. Я вижу это именно с точки зрения децентрализации. Надо делать так, чтобы это было неубиваемо. Обычные классические системы, они подконтрольны пирамидальной власти. Положиться под ту или иную пирамиду я не вижу смысла, потому что в перспективе эти пирамиды в перспективе 10-20 лет они уйдут. Естественным образом заменятся на межсети децентрализованные горизонтальные структуры. И мы можем в этом как раз участвовать. В создании таких горизонтальных систем. Вопрос, в чем наша выгода. Во-первых, выгода это выжить. Во-вторых, это развиться. и так как постепенно из старых структур все ресурсы человеческие будут перетекать в ногу, то соответственно у нас будет приток ресурсов. И третье. Власть никуда не девается. Вся мировая история построена на том, что кто-то имеет власть, а кто-то подчиняется власти. Так вот, власть она становится другая. То есть не власть подчинения, а власть рекомендации. То есть самым крутыми становятся те люди, которые рекомендуют, ну то есть у них есть знания. Ну это как Вассерман, например, или Катасонов. Эти люди, они имеют реальную власть. Насчет Вассермана очень удачный пример. Он тоже из Одессы. Да, да, да. Вот. Такие люди, они как раз в перспективе будут управлять миром. Мы, так как более-менее понимаем, как это устроено, мы можем объяснять людям, куда, в какую сторону двигаться. Сейчас, на данный момент, инструментов технических, как бы хороших, таких, прям вкусных, их нет. их нужно создавать. Они создаются так или иначе и без нашего участия. Вот, те же крипти и так далее. Но, на данный момент, 2014, 2015, 2016, 2017 годы, острая необходимость в реальном секторе экономики запускать механизмы расчета. То есть, не виртуальных биткоинов, а в реальных товарах. А для этого необходима юридическая обоснованность, ну, и технические, вот эти, вот, расчетные единицы. юридические, скорее всего, через потребительское общество. И сейчас, вот, допустим, на Украине, в Украине, там мастера жизни организуют бартерные вот эти вот схемы. там про криптосистему речи не идет, но, ну, это, по крайней мере, развиваются и очень даже активно. Хорошо, ребята, молодцы. Мы с ними общались. Ребята, это, что-то, жизни. А вот, сейчас я скину ссылку. Наскидал. Вот, на Ютубе. А у нас здесь сейчас множество там как противов рождается, которые, так или иначе, там, бартерные всякие схемы. Но возникает интересная ситуация. Начинают перетягивать, конкурировать между собой. кооперативы, конкурируют с кооперативами. Хотя, вся суть кооперации в том, чтобы объединять все. Взаимно сотрудничать. Мы предлагаем объединять с помощью технических средств передачи вот этих расчетных единиц. и Ripple и Ripple структура Ripple она наиболее правильная и наиболее подходит. Другое дело, что реализация на данный момент она централизованная. Поэтому я думаю, надо брать модель Ripple, включая репутационную, перекладывать ее на какую-то существующую. Может быть Next, может быть свою блокчейн. Дело в том, что Ripple это не блокчейн. Ripple это сеть узлов примерно как вебмани. Ну, она функционирует по принципу блокчейн? Она децентрализованная. Да. Но это не цепочка блоков. Насчет деталей по цепочкам блоков я не в курсе. Ну, дело в том, что децентрализованных систем множество. Блокчейн чаще всего воспринимают именно как децентрализованную базу данных, которую невозможно подделать. Это так. Но там основной момент не в том, что децентрализованная база данных, а в том, что эмиссия децентрализованная у криптовалют. А в Ripple там как раз эмиссии таковой и нету, а есть появление ассетов. В WebMoney фактически то же самое. То есть, принципиально, Ripple от WebMoney ничем не отличается. Ну, хорошо, в WebMoney что, есть возможность тоже создавать свои какие-то ассеты, то есть, иначе говоря, финансовые инструменты, акции, аппликации, что? нет, там ассеты определенные заданы, это WebMoney Z, WebMoney R, WebMoney X, то есть, то, что относится к фиатным деньгам. А эмиссия этих WebMoney она производится на местах, когда кто-то приносит эти фиатные деньги. Ну, так это практически обеспечение этих ассетов реальными деньгами. Абсолютно верно. То есть, точно так же, как и Ripple, чтобы Ripple ассеты какие-то выпустить, необходимо иметь какое-то обеспечение. Не, вовсе не обязательно, это ключевое. Вот тут вот ты ошибаешься. Это вовсе не обязательно. Главное иметь людей, ты хочешь и можешь взаимодействовать. Ты просто устанавливаешь иметь доверие с тобой. Но тогда возникает вопрос, если ты выпускаешь, допустим, 100 тысяч тугриков, и сколько они стоят, чего они стоят? Они стоят чего-то только лишь потому, что хочет кто-то их принять к оплаче. Иначе говори, если ты создал 100 тысяч тугриков, и тебе кто-то доверяет на эти 100 тысяч твоих тугриков, то ты можешь с ним рассчитаться этими тугриками за его товары и услуги. Понятно. Тогда в принципе нету разницы в какой системе их выпускать. В Next можно то же самое. Они ничем не обеспечены, только интересам людей. А веб-майдинге... Ключевой момент. Если кто-то в этой системе что-то захочет как-то... Вдруг я решил имитировать 100 тысяч тугриков, сказал тебе допустим возьми их... Прими их к оплате. И вот один тугрик равен 1 доллару, это 100 тысяч долларов. У тебя есть какие-то реальные ресурсы. Например, ты мне можешь продать землю за 100 тысяч тугриков. Я у тебя покупаю землю, куда ты переписываешь на мое. Собственно, сна переходит мне, а я тебе передаю твои 100 тысяч тугриков. Которые фактически могут быть ничем не обеспечены. Но обеспечены они в данном случае могут быть доверием тебе ко мне. Если ты можешь выдать такой кредит доверия мне, то пожалуйста, потом ты через мои цепочки доверия, которые другие установили ко мне, а я к ним, сможешь воспользоваться их товарами и услугами, либо поставить им свои товары и услуги. Вот в чем смысл. Но твои возможности всегда будут ограничены только теми людьми, с которыми ты напрямую установил доверие. Больше все все не понимают в рипле. Ну то есть не все, точнее нас двое пока мы понимаем, а остальные пока не видел, кто понимает до конца. Какой ключевой момент? Если тут вообще в принципе возможно какое-то мошенничество, то оно возможно только в тех рамках, которые ты сам позволил к себе поотношнуться, к себе, то если ты сам позволяешь себя обманывать, то ты можешь быть обманутым. Больше тут какие-то махинации или схемы мошеннические, они дальше не распространяются твоего первого круга знакомств. То есть вот ты допустим с кем-то установил доверительные отношения, дальше это не пойдет. Почему? Потому что есть запись в Ledger, что у тебя с таким-то человеком первое колено, это первое рукопожатие. Ключевой момент первое рукопожатие. Если ты установил доверие с ним например на 100 долларов, то ты не сможешь взаимодействовать через цепочки как-то. Он не сможет у тебя через цепочки больше чем 100 долларов получить ликвидности больше чем на 100 долларов. Он не может. Ключевой момент во всем процессе это доверие. Ключевой момент. Нужно понимать четко схему и почему она работает. По-моему ты не до конца все прояснил для себя. Я тестировал просто Ripple сам. Я тестировал на 5 кошельках. Все работает исключительно хорошо. Я понимаю про что ты говоришь. Я считаю это абсолютно верно. Единственное почему-то для меня ввод паспортных данных является таким стопом. Смотри, раньше этого не было. Я регистрировался когда еще этого не было. Я тестировал все. Если тебя смущает именно ввод сейчас транспортных данных я не знаю то не регистрируешься наверное. Я просто тебе объясняю механизм как он работает. Его ядро все верно выстроено абсолютно. Именно в этом направлении нужно двигаться. Единственное что я не понимаю дорожки которые нужно протоптать чтобы это точно было интересно какому-то сегменту рынка. Например предпринимателям. Я предприниматель который предлагает услугу объяснить как работает трипл как работать с ними и все остальное. В чем моя ценность что я даю мне нужно еще какой-то продукт давать мне нужен комплексный подход к вопросу чтобы это было реализовано предприниматель это было ему интересно в чем заключаться мое предложение должно быть в том чтобы он мог внести свои товары и услуги зарегистрировать их и чтобы эти товары и услуги нашли своего конечного потребителя вот это важно инфраструктура взаимодействия то есть нужна доска объявления вот у Саши анализован на друпале если я уже комплексно даю услугу тогда это может быть стоит чуть-чуть подороже понимаешь то есть это уже другой подход совсем все люди которым я пытался что-то объяснить они не понимают вообще как работает рипл они не могут в мозгах алгоритм он не заходит им в мозги понимаешь ну не заходит и ладно в принципе здесь мне интересно ключевой момент для того чтобы вот смотри для того чтобы тебе понять как это работает конечно нужно взять ну в рипл трейде это вообще было исключительно проще и исключительно просто сейчас с этим гидхабом я разобрался не могу продемонстрировать тебе как установить доверие потом оттестировать его перевести кому-то средство посмотреть как они к нему приходят как через линии доверия меняются балансы с первым рукопожатием у тебя если ты кому-то там третьему десятому переводишь средство понимаешь баланс он в книжке в записи на листочке грубо говоря он меняется только с первым рукопожатием то есть фактически это плавающая система волна рипл волна то есть балансы я понимаю я как бы с ним знаком но по описанию правильно сказал то что первое это продукт который обменивается вот сейчас на данный момент взаимодействие там с территорией Украины становится сложнее и сложнее то есть трансграничные какие-то передачи они сложнее становятся поэтому я думаю надо двигаться в сторону информационных потому что они вне юрисдикции какой-либо территории и вести деятельность заключающуюся в производстве информационных продуктов или инфопродукты да я в принципе предлагаю подумать в эту сторону первое это сама программная допустим реализация и второе это обучение других людей как пользоваться этой системой то что касается программной реализации понятно программисты то есть там скорее всего система то что я продвигаю это состоит из людей технической части юридической части вот я себе представляю связку юрисдикций нескольких это как в каждой юрисдикции там свое потребительское общество или несколько потребительских кооперативов юридически почему кооперативы потому что там паи а паи это фактически внутренние расчетные единицы и внутри системы каждая организация выпускает свои внутренние деньги обеспеченные товарами и услугами но так как они не единственные в мире но и взаимодействуют с другими то цепочки доверия доверия и уже говоря одни общества другим обществам могут доверять на какую-то сумму вот в риппл это как раз реализован по идее да абсолютно верно мы можем организовывать вот эту вот работу и устанавливать лимиты но обмен продукции физический либо между физическими людьми скорее всего ну там на машине своей отвез допустим либо это информационные продукты заказал там услугу допустим мне кажется вот программисты могут участвовать в такой системе обменивая грубо говоря свой труд на какие-то расчетные единицы там биткоины например которые менять на национальные там и на территории расплачиваться за продукты или на доллары там самый простой вариант на начальном этапе никак не получится можно сделать выпустить валюту для того чтобы создать такой сервис например да можно просто создать кошелек и допустим на этом на основе этого кошелька выпустить создать валюту новую и этой валютой ну то есть задекларировать ее номинальную стоимость например там один к одному к доллару я условно говорю не обязательно к доллару можно к валютной казине еще чему-либо неважно к евро например и потом допустим этой валютой рассчитываться с программистами которые будут делать кусочки этого ТЗ реализовывать его и потом уже ну то есть я предполагаю что допустим можно было бы это сделать да но такова система оценки вклада каждого участника в проект то есть какова его ценность для проекта кто должен решать я считаю что вот ну по типу по принципу вообще опенсорсного скажем так движения вообще разработки программного обеспечения вообще по принципу опенсорсного движения вообще да можно было бы сделать например такой момент что допустим каждый человек который участвует в процессе реализации проекта мог бы выставлять оценки по значимости по значимости по внесению какой-то ценности в проект другим участникам эта система присутствует в Советском Союзе я забыл как называется и ну то есть как фамилия ее создателя но тем не менее она очень прогрессивная система Водянова Водянова точно да вот ссылку могу скинуть да я в курсе да я читал про него я просто забыл как фамилия его смотри она себя очень хорошо зарекомендовала можно было бы допустим это все перенести вот сюда понимаешь то есть допустим я понимаю что никого ресурсов нет для того чтобы реализовать проект в таком виде да но можно было бы привлечь специалистов которые заинтересованы вроде нас например которые вот что-то понимают и которые заинтересованы в том чтобы поставить это именно ключевой момент на правильной рельсе да то есть чтобы дело начатое было доведено, ну, то есть какой-то такой, знаешь, конечный промежуток времени, и чтобы был механизм обеспечения заинтересованности каждого из участников в реализации максимально быстрой такого проекта. Мне представляется, что это может быть механизм этого Водянова, то есть как мне представляется, это та же технология, тот же принцип, как и open source. Хочешь, бери, проверяй, позже, реализуй, если ты лучше, к тебе придут. Ну, ты абсолютно прав. Я сейчас думаю про то, что команды распределенные, когда становятся достаточно большими, то становится несколько сложно, и тут необходимо выстраивание некоторой иерархии. У нас получается тут уже, не знаю, с десяток больше человек, который, так или иначе, каждый хочет создать эту систему и создает, ну, делает что-то. Естественно, каждый хочет участвовать в распределении. Я вижу, как распределение сама системы, это и есть ценность. Поэтому, грубо говоря, создание своей внутренней какой-то валюты или в рамках потребительского общества это пай, внесение пая, это сама система, ну, или программный код, например. То есть наш труд, заложенный в эту систему, когда мы его вкладываем, мы, ну, это 100%, да, то есть вот наш труд в сумме, это 100%, и дальше из этих 100% сколько-то тебе, сколько-то мне, сколько-то там другим. Ну, верно, да, абсолютно так, да. Вот, чтобы это посчитать, как раз система Водянова. И я это вижу, как еженедельные отчетности по тому, что сделано за, там, неделю, допустим, и что планируется сделать для того, чтобы другие участники видели, в какую сторону мы идем. Так как, в принципе, довольно много получается, то, скорее всего, тут уже по направлениям. Кто-то работает с людьми, привлекает людей. Кто-то работает с производительной продукцией, привлекает предпринимателей, обучает их. Кто-то программную часть делает. Кто-то маркетингом занимается, там, схемы придумывает, мотивации, там, всякие. То, что программной части касается, тут программисты нужны. Я, в основном, встречаю программистов, которые только за деньги, рублей, там, доллары. А по-другому это идейные, а идейные это уже предприниматели становятся. То есть они сами на себя работают. Ну, смотри, вот какая проблема. Я же говорю, в случае с Сашей он реализовал практически. То есть все работает у него. Все, я тестировал сам его систему, его сайт тестировал, как оно там все. Он поработал, я тебе скажу, просто от души. Очень, ну, просто невероятно классно поработал. Но она не пошла, да. И мне интересно было бы реализовать именно такой механизм, чтобы она пошла в любом случае. Для этого нужно привлекать бесконечно большое количество специалистов. И я бы так сказал, их уровень профессионализма еще должен быть на уровне. То есть, может быть, может быть, было бы правильным, например, чтобы специалисты внутри какой-то области, допустим, маркетинга, допустим, да, смогли оценивать друг друга, выставлять в том числе друг другу оценки какие-то, да, тогда это была бы более адекватная оценка, а уже более на таком высоком, более глобальном уровне, да, чтобы каждый человек тоже мог оценить, допустим, каждого в своей команде и другую команду, может быть, понимаешь? Да. Слушай, а вот как ты относишься, допустим, к тому, что берем вот эти вот, условно говоря, пять направлений? То есть, ну вот если так вот подумать, маркетинг и люди, это, в общем-то, одно направление, потому что маркетинг, он заключен в том, чтобы привлекать людей. А люди двух, условно говоря, типов, производители и потребители. Ну, понятно, что каждый что-то производит, каждый что-то потребляет, ну, условно говоря, физические и юридические лица. То есть, вот это первое направление. Допустим, чтобы это направление развить, это 20% усилий от всего проекта. Ключевой вопрос в этом. Допустим, 20%, да? Ключевой вопрос, что это может быть не 20, и цифра может плавать, и она постоянно будет плавать. И вот на этой плавающей цифре нужно и строить, ну, вообще систему. То есть, допустим, в какой-то момент времени на каком-то этапе реализации процесса цифра 20 по маркетингу может превратиться в цифру 2, например. И чтобы она была динамичная с точки зрения заинтересованности различными специалистами система. С точки зрения заинтересованности привлечения различных специалистов к реализации проекта, ее динамика должна определяться в первую очередь и единственной только лишь ее участникам, которые ее реализуют. Вообще, да. Потому что точно определить... Нет, я хотел предложить, как если, условно говоря, 5 направлений, можно поровну поделить 100% всего, делить на 5, получается по 20% на каждое направление. Но с другой стороны, маркетинга... Они могут быть неравнозначны по сложности. Да. Получается, что, в принципе, на каком-то уровне должны быть представители этих направлений, которые встречаются между собой, и каждый отчитывается, защищает, так сказать, перед другими свою важность. Ну, или важность своего, там, объекта, направления. И говорит, что, ребята, смотрите, мы тут за эту неделю сделали, там, не знаю, героические усилия какие-то, сделали то-то, то-то. И нам надо столько-то. И даже по системе Водянова, допустим, оценивают, что за это время сделано, допустим, условно говоря, на 100 тысяч рублей. Вот эти 100 тысяч рублей, пожалуйста, делятся между всеми форумами, потом каждый оценивает каждого. И если ты действительно доказал остальным, что твой отдел, там, твое направление самое крутое, самое нужное, тебе больше всего проголосуют. Голосов ведет рублей, единиц. Давай, наверное, так и будем действовать в таком ракурсе. Знаете, мы периодически связываемся, созваниваемся со всеми, встречаемся здесь. Я уже, честно говоря, тут головокруглым идет. Необходимо это в систему превращать, потому что сейчас это выглядит как постоянный период встречи. Про образ, просто про образ непонятный, да, то есть, ну, как он будет реализован до конца, там, мы сейчас, ну, не можем тоже понять, потому что это возможно, и это даже должно решаться тоже коллективно. Мне кажется, наиболее правильный вариант – это объединение по территориям, может быть. Нет территории, не знаю, есть какой-то смысл вообще объединяться по территориям, может быть, по этим самым, по сегментам реализации проекта, или там, допустим, маркетинг, там, не знаю, техническая часть, программирование и все остальное. Вот по этим сегментам было бы логично разделяться, а по территории это что? Дело в чем? То, что касается виртуального мира, да, это в интернете по идеологии, по сообществу, то есть, кому что нравится. То, что касается физического мира, передачи товаров, здесь территория. Кроме того, я обнаружил интересную вещь. Когда с человеком общаешься по интернету, просто голосом там или переписке, не возникает никаких чувств, что ты вообще с человеком общаешься. С видео, в принципе, более-менее. Но когда физически встречаешься, особенно вот есть технология, вот мы ездили на Farsight Float, например, там пять дней, да, человек находится в замкнутом пространстве с другими людьми. Там вот хоть тресни, где-то на второй-третий день ты начинаешь ощущать этих людей как команды. Часть своей команды. Вот встречи, которые у нас здесь проходят, они необходимы для того, чтобы вырабатывать вот эти вот взаимосвязи людей. Я понимаю, что у людей современных, по интернету, кто общается, у них, в принципе, вырабатывается. У людей постарше, кому 40-50 лет, у них сложнее все. Если они не видят физически, если они не могут пощупать человека, они не воспринимают вообще никак. Поэтому вот, если говорить, там, Москва, может, где здесь собираются, может быть, имеет смысл собирать комьюнити физически. Ну, вот есть биткоин комьюнити, да, там, в Киеве собирались вчера. И в зависимости от того, кто что делает, сообщество, то есть не человек, а сообщество, уже дальше, условно говоря, синхронизироваться между собой, потому что мы делаем одно дело, фактически. И в какой-то момент нам необходимо будет договориться, что так, система готова для использования. Понятно, что, скорее всего, это будет бесконечный процесс, но в какой-то момент необходимо будет запускать. Запуск – это реальный товар-обмен, потому что пока мы все о виртуальном, как бы, говорим, это все... Это все не то. Хотя, если реально, допустим, можно будет через сеть, допустим, да, что-то делать, допустим, собирать программный продукт какой-то, да, это очень будет интересно. Для этого, в принципе, как бы не надо городить там какие-то потребительские обществы, что-то еще. Это можно делать, лучше просто с теми же биткоинами или созданием любого форка. А для того, чтобы писать пример, здесь юридическая обвязка нужна. И здесь напрашивается, как клиринговый вид этот расчетный блин-центр, нецентрализованный. А клиринг образумевает доверие участников. Ну, фактически, это веб-мани, создание веб-мани такого, но с другой технологической платформой. Ключевой момент здесь, что с другой технологической платформой и на других принципах, и позволяющим каждому, каждому фактически, да, быть самим для себя центральным банком. Это самое большое принципиальное. Вот здесь вопрос, который я, честно говоря, до сих пор не понимаю. Если мы говорим про биткоин, то там эмиссия, ну, такая, распределенная, да. А про Next, говорим, там эмиссия один раз. Там Fortune. Если говорим про клиринговые там депозитарии, то там централизованная структура. И эмиссия, вот, хорошо, когда мы говорим про потребительские общества, например, каждый из них ресурсы, под обеспечение своих ресурсов, грубо говоря, выпускает PAI. PAI – это расчетные единицы. И, как бы, дальше можно теоретически обмениваться ими внутри системы, допустим. Тогда, можно сказать, являются децентрализованными. Несколькими эмиссионными центрами. Но они должны доверять друг другу, чтобы принимать эти единицы между собой. Фактически это биржа. То есть клиринговая штука – это биржа взаимного обмена и взаимного обеспечения. Или потребительское общество, потребительских обществ. Куда входит руководство, ну, там, не знаю, председатели вот этих обществ. И они уже доверяют друг другу. То есть получается тот же самый ритм. Значит, что, я вот смотрел на доске то, что ты чертил. Совсем ты так гладко как-то все понимаешь. Есть там моменты, которые я не мог понять, почему ты так говоришь. Смотри, ты на доске вот это рисовал, да, вот есть одно потребительское общество, есть другое, да, там. И они там между свои, да. Рядовые члены этих потребительских обществ, пользуясь, например, системой Ripple, могли бы взаимодействовать, например, теми же паями или неважно чем. Минуя руководство вообще, как угодно, минуя. Только лишь за счет того, что внутри ихнего, внутри ихнего кооператива, да, или там, потребительского общества, или чего-нибудь еще кооператива, да, есть, ну, то есть, конкретно у какого-то человека, который работает в этом, да, или у которого есть пай, да, у него есть линия с пайщиками. Все. Да. Больше ничего не надо. Конкретно у одного потребительского общества есть уже большая такая линия, да, то есть, допустим, это будет тот же кошелек в Ripple, да, Ripple потребительского общества. И от него, от него будет идти уже линия доверия к другому потребительскому обществу. Но к этому потребительскому обществу будет идти линия доверия его участников. И через эту линию доверия они будут связываться по линии доверия потребительских обществ между собой, с другим потребительским обществом и любым его членом. Да. Я согласен. Слушай, это, в общем, правильный путь. Я вот сейчас пытаюсь понять. Ripple. Я не видел еще ни одного человека, кроме Саши Котова, который вот это все до конца понимает. Еще не видел. Слушай, кстати, он как-то раньше много писал во ВКонтакте, сейчас практически ничего не пишет. Он живой вообще? Да, он живой, я с ним общался недавно, переписывался. Он скидывал форк. Да, что ты говоришь? Он делал форк. В смысле форк? Ну нет, он не форк, он на Ripple делал все. Он на Ripple, внутри системы Ripple, делал свою валюту. Да. Там есть API, у Ripple есть API. Так вот, на этом API он и сделался. Я к тому, что, если, допустим, делать форк Ripple, то насколько это сложно вообще, насколько это реально? Для того, чтобы оценить, надо посмотреть самый исходный код. Что-то вот я зашел. Я вот пробовал, вот конкретно я вот попробовал, там, он говорит, попробуй разобраться с Drupal. Ну, с Drupal все понятно, там, да. Надо просто сидеть, там что-то писать, добавлять различные модули, короче, и все это втыкать. Ну, вот я, допустим, не понимаю, да, всего механизма. Я не программист просто профессиональный, да. Вот сижу, втыкаю, я понимаю, что я где-то трачу свое время очень неэффективно. Если бы я работал в команде с программистом, я бы пошел бы гораздо быстрее, понимаешь, то есть. Ну, Саша, он вообще моряк, он там механик, он плавает, он вряд ли, то есть у него времени там не будет сидеть там и учить меня чему-то. Если вот есть человек, у которого есть опыт работы, бэкэнд-разработки и там, допустим, различных языков, там, там, Java, допустим, да, C++, база данных и все остальное, то я бы с ним, допустим, я бы смог бы с ним взаимодействовать нормально и я думаю, что я бы что-то понял в этом и смог бы даже программировать сам. Ну, тяжело, очень тяжело самому. Я вообще удивляюсь, как Саша смог. Ну, у него есть там, правда, один товарищ, его знакомый, который, ну, был его ментором, наставником в этом деле, объяснял ему, что к чему и как связать концы. У меня такого ментора нет, пока не могу найти. Но если бы он был бы, я, наверное, бы с этой задачей как-то бы справился, не знаю. По крайней мере, у меня есть опыт работы с Joomla и как там программировать его. Ну, Drupal немножко другой, правда, он больше модульный, но в целом то же самое, ничего отличающего. Это та же самая CMS. Ничем они принципиально друг от друга не отличаются. Не, ну, CMS это CMS, а Ripple это Ripple. Я вот сейчас смотрю, собственно, на GitHub-е Ripple. У него зайди на сайт Ripple, зайди на Ripple.com и там есть у него эта самая ссылочка разработчикам, посмотришь, и есть API, то есть API Ripple. Я смотрел, изучал механизмы взаимодействия, допустим, шлюзов обменных, там, бирж, с тем, кто хочет отправить запрос, там, допустим, на отправку, отправить просто перевод кому-то, да, в своей валюте. Вот представь себе, да, ну, то есть я не знаю, насколько это еще до конца реализовано, но можно в своей валюте отправить кому-то перевод в его валюте. Это очень круто. Это очень круто. Ну, обменник сразу децентрализованный получается. Да, то есть, и более того, ты можешь заранее сделать запрос и понять, сколько денег дойдет до получателя в твоей валюте. То есть в его валюте сколько дойдет, но если ты вышлешь в своей валюте. Да. Ну, понятно, там кто-то обменивает. Да, есть обменники, к которым ты подключаешься, да, и они позволяют тебе вот эту функцию просто автоматизировать. Если ты нажимаешь там, грубо говоря, на кнопочку сделать, сделать, отослать сейчас, да, то ты поменяешь по маркет-курсу. То есть у тебя будет ордер, там, ордер-маркет, маркер-оркет. Если ты в трейдинге немножко, да, шарик, что... Ну, смотри, здесь есть исходники, собственно, клиентской части на JavaScript, то есть можно делать свои сайты, которые будут использовать Ripple-сеть. И есть исходники Ripple-D, серверная часть. Так. Слушай, ну, давай тогда завершать разговор. Я почитаю, я поставил себе напоминание через неделю. Напишу тебе. Хорошо. Так, сейчас мне на телефон надо ответить. Хорошо. Давай. Рядом. Продолжение следует... 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 как председателя любой ближайшей юрисдикции, что да, эти три человека, они как бы есть. Они пришли и зафиксировали. Ну, в принципе, насколько я понимаю, это не очень обязательно. Потом человек взрослеет, ему выполняется сколько-то лет и фиксируется, что он достиг какого-то совершеннолетия. Делается тоже фотография, еще другие там три человека фиксируют, что да, это произошло. Всегда можно понять, кто эти люди и спросить, действительно ли это было. Получается, децентрализованная такая структура. Никто не мешает это переложить в виде блокчейна и удостоверять друг друга. То есть, я тебя вижу, я тебя знаю, я тебя знаю, такое-то там фамилия, имя, отчество и утверждаю, что ты есть ты. и другие люди тоже подтвердили все. Это является весом, как бы, доказательством. А вот если у тебя бумажка с надписью паспортом, написано там, не знаю, там, ахлы, гумерзы, да, вот это ничего не доказывает. Абсолютно. Бумажки подделать можно. У нас появился один зритель, я не знаю, кто это, возможно, на ютубе смотрит нас. Ну, возможно, из моих каких-то контактов, пользователей. Но я потом посмотрю комментарии к видео. Ну, тогда рекламу. Собственно, насколько я понимаю, сейчас трансляция на ютубе, в общем, подключаться к системе, подключаться к разработке, да, ну, рекламу, что там, я назову имя, проф 1983, ну, или Логинов Ярослав. Правда, Ярослав Логинов оказывается много. Или там, в фейсбуке. Ну, из Москвы вроде я один. Есть у тебя в Вике ссылка на ютуб твое? А, нету. У меня тоже нет. Ну, вот сейчас с этой трансляцией ты можешь меня, ну, найти. по гугл плюс, а потом на ютуб выйдешь. я сейчас своего основного аккаунта транслирую, у меня их всего три. Ну, лучше скинь мне ссылку вот этой записи, когда она закончится, на ютубе, потому что я, честно говоря, не знаю, как здесь смотреть. Я скину тебе. Вот сейчас, в общем, сейчас ютуб показывает, что мы сейчас в прямом эфире, у меня на странице показывает. сейчас я найду сюда, я тут такой. мой канал вот так вот выглядит. я, в принципе, могу. Я заполню в информации о себе любимый телешоу, ссылку на ютуб, на свой канал. Я думаю, это будет интересно. Вот, в общем, теперь на страничке ВКонтакте можно эту ссылку тоже найти. Любимый телешоу. Алло. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...